В 1956 году я был зачислен в первую группу атомщиков. Нас было 30 человек. С тех пор прошло много лет, но помнится все, словно вчера это было. Сложное, но интересное занятие, строгая дисциплина, как и положено у военных, первая любовь и, конечно, друзья, плечом к плечу, и в горе, и в радости. Преподавателей тоже не забыть, учились у лучших бойцов, прошедших войну, героев Советского Союза. Долгополов преподавал вспомогательные механизмы. Аладжанов преподавал историю военно-морского искусства и боевые средства кораблей. Дальше Руденко, энергетические установки, в том числе и атомные. Первые офицеры-атомщики ВМФ СССР, выпускники Севастопольской Голландии. Павел Пономаренко, один из них, он служил на атомных подлодках, в том числе на Ленинском комсомоле, первой советской субмарине. Затем вернулся в родное училище, уже как наставник, начальник лаборатории кафедры ядерных реакторов. Преподавали и другие выпускники, но самые яркие воспоминания все же не об этом, о юности, о школе жизни, пройти которую считали честью. Севастопольское ВМИ – это система. И кто ее прошел, здесь все было. И яркие моменты, и грустные, и веселые, как среди молодежи. Ярким моментом было, самым ярким моментом – это выпуск. Выпуск получения диплома, погону и кортика. В здании училища сейчас находится Институт ядерной энергии и промышленности СевГУ. Историю здесь по-прежнему помнят и хранят в музее, который так и называется – Севастопольская Голландия. Здесь и первый эскиз его разработал капитан Баумгартен, когда по приказу Николая II в Севастополе должны были возвести морской кадетский корпус. А вот наши современники и выпускники училища – два капитана – Владимир Абанкин и Андрей Воскресенский. Оба погибли летом 2019-го во время трагедии в Баренцевом море. Музеем руководит Николай Филимонов. Сам он в 1975 году выпускался, а после служил на Северном флоте. Будучи на корабельной практике в различные года, был и на дизельных подводных лодках, на атомных подводных лодках. После первого курса был в морской пехоте. Но больше всего мне запомнилась практика после третьего курса на заводе «Красная Сорумова» в Горьком, где нас попросили помочь заводу вложиться в план, и мы помогали рабочим строить совершенно новые на тот момент атомные подводные лодки. В юбилей училища выпускники разных лет в едином строю. Улыбаются, вспоминают и, самое главное, принимают поздравления. Отрадно видеть здесь такое, наверное, даже большее количество выпускников разных лет. Это говорит о том, что училище сильно своими традициями, своей историей. И, конечно, очень важно эту историю сохранять, приумножать. Вот эта честь, вот это мужество, оно перешло к нам. Кроме того, Севастопольское высшее морское инженерное училище заложило фундаментальную основу нашего университета – подготовку в сфере ядерной энергетики, ядерной физики. Сейчас в институте преподают теплофизику, ядерную и электроэнергетику, экологию, природопользование и другие дисциплины. ВУЗ теперь гражданский, но традициям училища здесь обещают следовать всегда, ведь бывших военных, как известно, не бывает, даже если речь об учебном заведении. Анастасия Синица, Михаил Волобуев. Новости Севастополя.